Ну что, попробуем? Ермака Димофеевича нашла. В бутылке с благородным напитком местные виноделы, кажется, закупорили саму историю Дона. Гостям фестиваля Цемлянской лозы предлагают попробовать вина, названный в честь известных и легендарных героев Донской земли. Здесь и улыбка Аксиньи, и купаж Каледин, и Емельян Пугачев. Удивлен. Удивлен то, что предлагают, главное, что рассказывают, дают советы. На праздники представили коллекции вин больше 20 гаражистов из всей России. Так называют малых виноделов, которые готовят авторские напитки в домашних условиях по старым традиционным рецептам. Для того, чтобы выбрать лучший сорт вина, в поселок Саркел Цемлянского района на конкурс Донского кубка гаражистов 2017 прибыли известные сомелье и винные критики. Донские вина исторически были первые в российском виноделии. И такие сорта, как красностоп золотовский, цемлянский черный, плечистик, сибирьковый, они являются самыми старыми сортами России, автохтонными, исконными сортами Дона. Жюри выбирало лучший напиток и сотни образцов. Оценивали аромат, вкус, структуру вина, послевкусие. По каждому критерию выставляли баллы. Для винодела самое дорогое – это общественное признание у жюри. Каждый год выбирается лучшее вино, и это забывается. На Новый год выбирается новый. В итоге высокую оценку экспертов получили гаражисты Ставропольского и Краснодарского края. А почетным обладателем переходящего кубка второй год подряд стал винодел из Анапы Валерий Асланов. Благородный напиток сорта Пина Нуар признали самым изысканным.